Мы продолжаем наш телемарафон. Звоните нам в студию, рассказывайте истории своих родственников, благодаря которым Самара теперь претендует на почетное звание города трудовой доблести. И, конечно, присылайте нам фото тружеников военного Куйбышева. Почему именно наш город стал запасной столицей? Как удалось в кратчайшие сроки наладить здесь производство? Какие интриги прилили иностранные дипломаты, эвакуированные в город на Волге? Где в Куйбышеве жила дочь вождя народа Светлана Алилуева? Эти и многие другие вопросы мы хотим сегодня задать нашему гостю, профессору, доктору филологических наук Михаилу Перепелкину. Михаил работает на нашем канале с 2008 года, делает уникальную передачу под названием «Город. История. События». В год 75-летия Победы подготовил целый цикл из передач, который называется «Неизвестная страница запасной столицы». Сейчас мы с вами посмотрели первый, собственно говоря, фильм. Он посвящен был семье Сталина, посвящен Светлане Алилуевой. И у меня первый вопрос к вам, Михаил. Вопрос, который любят очень все журналисты, но не очень жалуют историки. Так был Сталин в Куйбышеве или нет? Уже ответьте нам на этот вопрос. Или ваша личная точка. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ветераны. Разрешите я сначала поздравлю телезрителей с тем замечательным праздником, очень важным для нас праздником. Я думаю, он всегда будет оставаться для нас, наверное, одним из самых важных праздников в нашей жизни. Ну, а что касается вашего вопроса, я думаю, что ответа на него вот такого окончательного мы никогда не получим. Ну, во-первых, потому что то, что нужно было прятать и скрывать, прятали и скрывали, я думаю, на века, даже не на десятилетия, безусловно. И, наверное, это необходимо было скрывать, был он или не был. Ну, а во-вторых, я считаю, что вот в эти годы было гораздо больше событий, в которых сегодня интересно разбираться и важно разбираться. Кроме Сталина здесь были десятки людей, может быть, сотни, ну, может быть, так сказать, не верховные главнокомандующие, но ничуть не менее важных и значимых для нашей истории. И вот от того, насколько мы понимаем, что они здесь делали, сколько они здесь пробыли, как бы это дает гораздо больше и истории, и бороду, и нам тоже. Чем понимание того, был ли Сталин или нет, да, по сути, это просто такой вопрос, который интересует скорее вопрос для громких заголовок. Это такой мистический вопрос, на самом деле, который должен остаться на века. Михаил, мы сегодня очень много говорим про эвакуацию предприятий, которая шла в основном осенью 41-го года в Куйбышев из десятка городов. А хотим поговорить с вами о предприятиях, которые, собственно говоря, уже работали в Куйбышеве на тот момент. Ведь промышленность в городе все же была развита. То есть эти предприятия ехали не на пустое место, не в пустой город. То есть у нас уже была своя база достаточно крепкая. Совершенно точно. Ну и вот, как мои коллеги, наверное, сегодня здесь уже говорили, и не только сегодня, сам факт эвакуации, сам факт эвакуации вот в этот город был возможен только в том случае, если была создана до этого, задолго до этого, создана и функционировала достаточно такая надежная система. Был создан фундамент, на который вот эту запасную столицу можно было водрузить. Причем водрузить не для того, чтобы она сияла звездами, да, а для того, чтобы она стала работать. Чтобы эта столица стала вот тем мозгом, который будет отдавать команды всем остальным, так сказать, органам этого огромного организма. Да, и этот организм с первых же дней начнет управлять вот этой вот непростой ситуацией. И это действительно вот фундамент был подготовлен за долгие годы. Может быть, там его готовили специально к войне или не специально к войне. Но когда предприятия эвакуировались, было понимание, что они здесь не будут простаивать. Что люди, которые придут работать на эти предприятия, там, эвакуированные или не эвакуированные, они сумеют в кратчайшее время включиться в производство. Они поймут, что от них нужно. Что это люди, обладающие достаточной степенью дисциплины прежде всего. Что город сумеет быть вот этой вот запасной столицей. Назначить кого угодно можно было. А какие предприятия были ключевыми на тот момент в Куйбышеве? Ну, в общем, как бы все эти предприятия на слуху и были, и есть. Мы все с вами знаем про завод имени Масленникова, который был основан еще до революции. Трубочный завод, на котором Куйбышев, кстати, работал. Совершенно точно. И завод, который возник после русско-японской войны. И завод, который выпускал очень важное оборудование. И умел очень быстро понимать, что от него требуется в этот момент. Вот завод имени Масленникова всегда был таким ключевым предприятием. Ну, и кроме него, конечно, Жигулевский пивоваренный завод, то ли рубероидный завод, все эти заводы, горпищекомбинат, швейная фабрика. Буквально каждое предприятие, от маленькой артели до громадного предприятия, вот в считанные даже ни недели, ни месяцы, а дни и часы, поняли, что от них требуется в новых условиях и дали максимум. Вот это действительно, так сказать, был огромный и подвиг, и огромная отдача, которая должна была от тылового города и от запасной столицы в это время. Как часто говорят, такой термин экономическое чудо, а здесь, наверное, я не знаю, как правильно сказать, промышленное чудо. Это очень сложное чудо. Это чудо и промышленное, это чудо и психологическое, потому что люди, которые еще вчера работали в одном режиме, сегодня должны были и сами приспособиться к новому режиму, семьи должны были понять, да, когда там до этого, скажем, мама уходила на работу к девяти утра. Приходила в шесть, да. И приходила в шесть, а теперь она там уходила в шесть и приходила, ну дай бог, если в девять. Или вообще приходила, да. И если вообще приходила. То есть это огромный комплекс. Хотела лучше с вами затронуть такой интереснейший пласт в военном Куйбышеве. Это писатели, которые были к нам эвакуированы в город. Был здесь у нас Илья Эренбург и Алексей Толстой какое-то время здесь пожил, и Самарта для него город был, по сути, не чужой, да, родной. Вот как вообще вот этот период отразился в их творчестве? Значит, тема эта мне очень близка, и тема очень дорога, поскольку я занимаюсь историей и литературой. И мне кажется, что вот эта тема как раз в истории запасной столицы может быть в меньшей степени осмыслена на сегодняшний день, чем это должно было бы быть. Вообще, что делает писатель? Писатель осмысляет и дает слово происходящему. А дать слово, назвать вещи своими именами, назвать вещи вот теми именами, которые сейчас должны прозвучать, это вообще действительно очень важно. Не зря вот Алексей Толстой, который присутствовал на репетиции еще седьмой симфонии Шостаковича, здесь в Куйбышеве в феврале 42-го года, и написал для программы этой симфонии текст, он сравнился, поставил сам факт написания седьмой симфонии с одним из величайших сражений в этой самой войне. Это действительно было так. Победить в сражении и победить, написав эту симфонию, для факта будущей победы, это были, ну, в какой-то степени равноценные вещи. Точно так же, как вот, ну, не очень широко известно, что именно Алексей Толстой, наш с вами земляк, Алексей Толстой был автором лозунга «За родину за Сталина». Лозунга, с которым погибали, с которым люди, так сказать, вот ложились со связками гранат и вот взрывательной смеси под танки, да, с которым шли на смерть. Лозунг «не родиться сам по себе», понимаете? Лозунг, чтобы он был в головах, чтобы он поднимал людей. А все люди, все люди люди, да, всем людям свойственно испытывать чувство страха. Сомнений, да. Сомнений, надежды. Вот я, может быть, сейчас посижу в окопе, так сказать, может и без меня этого. Ну, кстати, он перекликается со старым еще царским лозунгом «За царя и отечество». Безусловно. То есть, что граф советской литературы, как его иногда называли, нужно было вот эту традицию впитать, поддержать и переосмыслить. Так, чтобы это отозвало, чтобы это не было официальной историей, которая не отзывается в душу людей. Совершенно точно. Михаил, а вот ваше мнение в таком случае, раз мы заговорили о Толстом, как это отразилось на творчестве куйбышевских писателей? Ведь здесь помимо вот тех звезд, называясь современным языком, которые сюда приехали, то есть маститые, ну, богатые, что уж там говорить, писатели. Толстой был, в общем-то, весьма обеспеченным человеком, вы это знаете лучше меня. Здесь были и местные писатели, которые работали и делали очень важные дела. Вот как на них это все повлияло? Значит, здесь нужно сказать прежде всего о том, что местных писателей на этот момент было не очень много. Их просто было не очень много. Потом многие ушли на фронт, мы знаем, это вместе с 21-й армией, куйбышевской, 21-й армией, немногие из них дошли до победы. Некоторые из писателей так и остались, так сказать, воевать на этой войне и продолжают и сегодня быть на этой войне. Но, конечно, вот для тех писателей, которые продолжали здесь жить, в этом городе, сам факт присутствия здесь Алексея Толстого, Оренбурга, Катаева, причем не просто присутствие, это было активное присутствие в городе. То есть, с ними можно было пообщаться, встретишься. Это были творческие вечера, да, совершенно точно. Они презентовали какие-то свои произведения, вот Борис Годунов, по-моему, был презентован. И Катаев читал «Белеет парус одинокий», то, что мы с вами знаем, там и Алексей Толстой читал Ивана Грозного. То есть, действительно, так сказать, очень много, да. Вот все это заставляло местных писателей тоже, ну, будем говорить, и писать лучше. Получать свой уровень. Вот те самые слова, которые сейчас должны были прозвучать. Я думаю, что было понимание, что война кончится. Война кончится. Но слова об этой войне, которые вот только здесь должны были прозвучать, останутся. И куйбышские писатели тоже стремились не врать, стремились не произносить праздных слов, стремились сказать вот те слова, которые будут читать их внуки, правнуки, и по которым мы будем понимать, в конце концов, историю этой войны, и будем понимать, как человек чувствовал себя на этой войне. Потому что писатель занимается, прежде всего, конечно, не сражениями, да. Писатель занимается человеком во время войны. Исследованием его души, да? Совершенно точно. Михаил, я знаю, что у вас еще есть две передачи из этого же цикла, неизвестной страницы «Запасной столицы». Они посвящены дипломатическому корпусу, тому, как жили здесь в Куйбышеве иностранные дипломаты. Я знаю, что многие из них параллельно с официальной деятельностью занимались еще и разведывательной, диверсионной. Насколько мне известно, даже коммерческого атташе посольства Великобритании офицера Мишес Бульмера выдворили страны. Это был очень неприятный инцидент, когда его буквально застали, как говорится, за разведывательными действиями. Что вы можете об этом рассказать? Как вообще жилось иностранным дипломатам? Что они думали о Куйбышеве? Поменялось ли их мнение о России, может быть, о советском государстве, когда они побывали в нашем городе? Если позволить, я сначала вот о каком моменте хотел бы сказать. Цикл, который мы сделали к 75-летию Победы, называется «Неизвестные страницы запасной столицы». И в частности, две передачи в рамках этого цикла посвящены дипломатическому корпусу. Когда я начал работать над этим циклом, у меня было представление, ну, может быть, несколько такое наивное, что вот сейчас мы найдем какие-то секреты, тайную комнату, где лежит, так сказать, сундук, и там секретные материалы, рассказывающие в частности о дипломатах. Но когда я работал над этим циклом, я понял, что секреты не в тайной комнате, не в тайном сундуке. А где же они? Секреты у нас на глазах. У нас на глазах. Мы в течение долгого времени, ну, сначала там в силу того, что идеология определенным образом преподносила войну и жизнь запасной столицы, мы многого не видели, потому что просто не хотели видеть, не могли видеть. И вот... Не могли или не хотели? Это было закрыто. И не хотели и не могли. Ну, например? Ну, вот, вы знаете, если не принимать во внимание того, как работали, скажем, вот те же самые дипломаты или люди на предприятиях запасной столицы, возникает такое ощущение, что, ну, какой-то фанатизм такой. Люди просыпаются и идут совершать подвиги, да, посовершали подвиги, возвращаются домой. На самом деле это была очень сложная, насыщенная жизнь, да. Люди женились, выходили замуж, люди ходили в театры, которые работали, между прочим, в годы войны всю ночь, да. Вот здесь, в военном Куйбышеве театры работали. Люди, увы, к сожалению, совершали преступления. Люди искали этих самых преступников, наказывали. То есть жизнь была очень сложная, и подвиг был, так сказать, вот со всем этим связан, он не существовал в отрыве от всего этого, да. И вот снять эти самые линзы, такие с глаз, которые мешают нам увидеть подлинную войну и подлинную победу, вот в этом я видел задачу этого самого цикла. Ну и вот то, что касается дипломатов, вы, да, совершенно точно замечаете, что деятельность дипломатов в военном Куйбышеве была тоже очень разнообразной. Совершали дипломаты, ну, даже и подвиги, живя здесь, да, совершали. Ну, мы знаем, например, о таком человеческом подвиге посла Норвегии, который по призыву куйбышевских медиков пошел и сдал кровь для бойцов Красной Армии. То есть бойцам Красной Армии нужна была кровь. Мы с вами понимаем, что этот поступок, может быть, носил не только, вот, так сказать, характер такой медицинский, личный, сколько он носил политический характер. И в одном из писем, которые он написал, он не знал, кому эта кровь, так сказать, достанется, кому ее перельют, он написал, что вот я отдаю вам кровь из моего сердца. Сейчас Красная Армия бьет фашизм, который украшает всему миру, и я вам отдаю кровь из моего сердца. Это было очень важно, очень важно в политическом смысле. Ну, с учетом того, что Норвегия была оккупирована, и немцы были там. Ну, были какие-то и другие события, их тоже важно знать. И понимать, что это было, да. Важно понимать, да, и важно понимать, что работала в это время в городе контрразведка, это совершенно, так сказать, тоже вот нормально, да. То есть там, где подвиг, очень много других всех обстоятельств. И мне кажется, что чем больше мы об этом будем знать, тем глубже, тем вот мы быстрее откликнемся на тот слоган, да, под которым проходит сегодняшний марафон. Вот на канале, это надо сберечь, сберечь надо вот ту настоящую победу, настоящую победу, я бы сказал, такую точку интенсивности. Многогранную победу. Которая в каждом из нас присутствует, которая ни в коем случае не должна превратиться в игру, там, как на машинах пишут, там, на Берлин. Я понимаю, что это некая игра такая, некий фарс, да. Вот мне кажется, что мы должны сегодня приложить все силы, чтобы сохранить чувство настоящей, подлинной победы, которая в каждом из нас живет. Спасибо вам огромное, Михаил, за эту удивительную встречу, за ваш рассказ. Спасибо, что пришли к нам в этот день. С праздником вас еще. Субтитры создавал DimaTorzok